И знаете, сегодня Он к нам принес такое слово насчет покорности. Мы сейчас с вами постимся, молимся для того, чтобы освободиться. Знаете, действительно нужна свобода. Свобода для Господа. Некоторые хотят освободиться от Господа. Но это плен. А мы хотим освободиться для Господа. И вот для этого мы с вами постимся и молимся. Чтобы все области нашей жизни высвободить. Чтобы то, что было пленено дьяволом, просто покинуло наши дома, наши семьи. И наша церковь, это тоже наша семья. И вы знаете, что для этого надо? Покориться. Вот Иаков очень хорошо говорит в 4 главе 7 стихе. Итак, покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Мы, которые постимся и молимся. Если хотим иметь вот хорошие результаты, что нужно сделать? Покориться. Покориться. Вот мы сейчас противостали. Но надо покориться. Чтобы он убежал, понимаете? Он сам покинет нас. И вот Иаков открывает секрет успеха. Это секрет успеха христианской жизни. Служение Богу. И успех заключается только в одном. Покориться Господу. Но что такое покориться Ему? Разве это то, что вот мы однажды оставили этот мир, пришли, покаялись, покрестились? Заключили совет с Богом, и мы считаем, что мы покорились. Ведь так, если подумать, мы же оставили этот мир. Вроде да. Но вы знаете, сколько из нас этот мир принесли с собой? Сколько не оставили? Вроде так, оставили частично. Но мир живет во многих сердцах, во многих душах. И Яков это описывает. Он описывает, что люди приходят и остаются верующими, но с миром внутри, вот этим миром внутри. Если в человеке есть зависть, если есть вражда между братьями и сестрами, сестрами и сестрами, если есть дружба с этим миром, если есть угождение плоти, то что это? Что это? Это называется, покорились Богу? Нет, это называется, что мир этот внутри тебя. Я вам скажу, что действительно, совершенно немногими воистину мир оставлен. Немногими. Немногие приходят и имеют мир Божий, Царство Божье внутри себя. Вы понимаете? Как вы думаете, может уместиться внутри нас Царство Божье и Царство этого мира вместе соучаствовать? Ну, нереально, понимаете? Поэтому Павел говорит, какое у вас может быть общее? Что? Совместность какая у Храма Божьего и у этого Вильзевула? Храма. Не бывает, понимаете? Но если ты принес вот этот мир сюда, в Церковь, то в Церкви получается, что есть распри. В Церкви есть ссоры между братьями и сестрами. Даже ненависть присутствует. Это невозможно. Если ты покорился Господу, это невозможно. Невозможно быть другом Богу и другом этого мира. Невозможно дружить одновременно с Богом и с этим миром. Сердце кому-то будет покоряться. Что-то сердце кому-то склоняется. И с каким-то духом будет воевать. Понимаете? С чем ты внутри себя борешься? Я прочитаю вам очень тяжелое слово. У Якова 4, 4, 5 написано. Прелюбодей и прелюбодейцы. Кому это он обращается? К этому миру. Вы представляете, к Церкви кошмар. Прелюбодей и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Выбирайте. или вы думаете, что напрасно говорит Писание. До ревности любит Дух, живущий в нас. Кто? Бог любит Дух, живущий в нас. До ревности. Вы понимаете, что это не Яков называет прелюбодеями и прелюбодейцами. Не Яков. Это Дух Божий так называет. Тех, которые дружат с миром, он так называет. Он так нас видит. А почему? Почему именно вот прелюбодей и прелюбодейцы? А потому что, когда мы приходим к Господу, куда мы, собственно, приходим? Какие отношения? Что говорил Павел? Я вас обручил. То есть, мы приходим, становясь невестой, женой Агнца. Это образно, но это на самом деле. Бог так видит церковь. Как будто мы заключаем с Ним завет бракосочетания. Не только завет спасения. Поэтому Бог от нас ожидает верности. И говорит, что если этой верности нет, то что происходит? Измена. В небесной сфере Бог видит, что мы сливаемся с Ним в одно, единое тело. Бог предлагает нам самые близкие отношения, поэтому Он сравнивает мужа и жену. Если вы до глубины поняли, куда нас Бог берет, Он берет нас в свою любовь. Он нас берет в свою любовь. Представляете? Под свой покров. Я хочу немножечко дать вам такое понимание, что такое выйти замуж. Вы слышите, русское слово интересное. За мужем. За муж. То есть, за ним. То есть, что ты принимаешь покровительство под его крышей. Поэтому, говорит, замуж, выходишь под его покровительство. Поэтому на жену одевали покрывало, когда она выходила замуж. Это было символически что? Знак, что она теперь имеет покров. У нее есть покровитель, тот, который будет защищать, заступаться за нее. Опекая ее. Все видели, ой, ее лучше не трогать, потому что будешь иметь дело с мужем. Понимаете? Это были символы. Вы знаете, что и теперь на востоке эти символы живы и действенны. И мы знаем, что и в некоторых церквях эти символы тоже действуют. Одевают, вышла замуж, одевают покров на себя. Это символ. Да, символ для ангелов церковь имеет тоже. Если она воистину вышла замуж за Господа, то она имеет это покровительство, и ангелы видят, что она под покровом Всевышнего. покров это не значит командует там это искаженное понятие, господствует. Покровитель это берет под свою защиту. Смотрите, как с нами обращается Господь. Как нежен Он с нами. Правда? И как защищает. И как благословляет. И как печет. И каждый, кто посягнет на нас, Он говорит все равно, что в мой глаз пальчиком ткнули. Вот наш Господь и называется покровитель наш. Мы под кровом Всевышнего. Под сенью всемогущего покоимся. Потому что Он о нас заботится. Он за нас заступается. И Духовный мир весь знает, что у них есть покровитель. Но у кого есть покровитель? У тех, которые не выходят из-под этого покрова. И поэтому говорится, что если Бог за нас, кто против нас? Если у нас такой покровитель? Кто пойдет сражаться с таким покровителем? Кто не побоится? Я говорю про Духовный мир. Эти люди несознательны. Но Духовный мир знает, у кого есть покровитель. И если мы ходим в послушании, в покорности, то мы не расторгаем эти отношения. Но как измена мужу расторгает брачные отношения, так же и измена Богу. Поэтому сказано, что тот, который дружит с миром, становится врагом Богу. Он лишается покровительства. Итак, Бог нас покрывает своим покрывалом любви. И есть на нас знак для ангелов. Бог становится нашим защитником, заботится о нас. Мне очень нравится это место у Псалма. Живущий под кровь Всевышнего. Под сенью всемогущего покоится и говорит, Господь, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Который я уповаю. Вот это и есть брачные отношения. Когда мы уже приняты под Его покров. Но в таком случае, мы должны быть Ему покорны, послушны. Правда? Мы должны покориться Ему. Тогда мы будем принадлежать Ему, Его Дому. Точно так же, как любая жена принадлежит мужу и принадлежит семье. Но если мы будем изменять Ему с этим миром, кем мы становимся? Прелюботей, прелюботей. В таком случае, покров снимается. Мы с вами видим из Ветхого Завета, что ни один служитель Божий не мог жить в непокорности. Когда Господь выводил народ из Египта, они были покорены, они были послушны. И Он заботился о них, охранял их, и все боялись их коснуться. Все народы знали, о, у этого народа такой покровитель, такой Бог. Потому что Он покрыл их своими крылами. Но однако многие из народа что сделали? Выходя в сердцах своих, оставили Египет. То есть оставили любовь к Египту, понимаете? Хотели принять и покровительство, и одновременно носить в себе Египет. И во что это выливалось? Постоянное недовольство, постоянный ропот. Ну и естественно и было наказание. Покориться, это значит внутренностью покориться. Понимаете? Это не внешняя покорность, это внутренняя. Это значит следовать послушанием в согласии. Но если ты оставляешь себе желание быть с этим миром, если тебе еще так нравится то, что происходит в этом мире, если ты все это носишь, то ты сюда это приносишь. Ты остался в миру, потому что вся твоя внутренность это кусочек этого мира. И Бог видит, что ты просто живешь в Египте, внутри тебя этот мир. Египет для тебя роднее, дороже, чем то, что предлагает Бог, Царство Божье. Понимаете, что происходит? Такие люди, они вышли замуж, но не по любви. А из-за выгоды и здесь я пристроюсь, и на небе пристроюсь. И когда вышли из Египта, они тоже думали, сразу пристроиться в хорошее место. Сразу. Но когда получилось так, что ожидания их не были оправданы, начался ропот. Вот так, мои дорогие, получается, что если ты дружишь с этим миром, ты становишься врагом Богу. Сделка здесь не происходит. Бог не идет на сделки. Он заключает завет любви. Если кто-то хочет заключить с Богом сделку, то это продажа. А Бог ничего не продает, и Царство Божье не продает, и отношения не продают. Любовь тоже не продается. если ты просто желаешь хорошо устроиться в Боге, не получится. Бог принимает тех, которые любят. Любящую невесту называет любящей. Итак, мои дорогие, если мы хотим быть под покровительством Бога, под Его покровом, то мы должны прийти туда всем сердцем, всей душой. Но те, которые так не делают, прелюбодей, прелюбодей. Потому что в сердцах своих изменяют Богу. С этим духом этого мира. Понимаете, что происходит? Итак, в чем заключается вот эта изменой? Думаю вас миром. Если человек оправдывает дела этого мира, если живут по принципу этого мира, могут ли они внутри иметь Царство Божье? Если продолжать завидовать, если продолжать не любить, ненавидеть, если носить в себе вражду, злоречие, наговоры, как по-вашему, что внутри тебя, Царство Божье, никаким образом. Мы сейчас с вами молимся за освобождение. Мы не только молимся за освобождение кого-то, где-то как-то, за свое освобождение. мы постимся, чтобы все дела мира из нас были изъяты. Чтобы ничего в нас не осталось от этого мира, мы должны быть другими, мы не от мира сего. И церковь в общем должна стать не от мира всего. Все эти дела мира здесь неприемлемы. Понимаете? Когда Господь говорит, приду, найду ли веру на землю, он же придет сначала сюда, в церковь придет посмотреть. И разве это дела веры, если ты продолжаешь жить по делам и по законам этого мира, что должно покориться? Внутренность наша. Покориться праведности, покориться святости, покориться любви, должна наша внутренность. Понимаете? Если ты хочешь освободиться и гнать дьявол, а сам непокорный, не убежит, потому что он имеет свое в тебе. Куда я пойду, когда в тебе мое царство? Куда ты меня гонишь? Я пришел на свое. Потому говорится, покоритесь и убежит от вас. Сам убежит. Почему? Как он бежал от Иисуса? Иисус говорит, идет князь мира и во мне не иметь ничего. Даже части не имейте от этого мира в себе. Даже части не имейте. Понимаете? Внутри вас должно быть Царство Божье. Не кусочек от Царства Божьего, не частичка, а заполните себя Царством Божьим. Вытесните всякую тьму. Молитесь об этом. Господи, вытесни всякую тьму из моего сердца. Из моего разума, из моего характера, из моей натуры. Все вытесни просто, займи все собой. Гордость, свои воли, ненависть, недовольство, это все что? Все несвятость. Это все нечистота. Это не должно быть в Церкви, не должно даже именоваться. Искать своего, доказывать свое, не должно быть. Мы должны быть покоренными, смиренными пред Господом, понимаете? Это та церковь, которую Бог хочет назвать невестой. Но если можете себе представить, церковь, это все таки как, и даже Бог говорит, вы святое священство, да? Для этого мира мы святое священство должны быть. А теперь возвратимся в Ветхий Завет и посмотрим священников, которые творили свои воли. Было такое? При скинии собрания осмелился бы хоть один священник так себя повести. Могли ли они непокорно вести себя при служении, при скинии? Что с ними было бы? Два сына принесли не тот огонь, и что с ними стал? Моисею Бог сказал, что он должен быть послушан тому, что Бог дал ему. Как справляться в скинии собрания? Это правила, по которым они следовали. Иисусу Навину было сказано, следуй всему, что сказал через Моисея, Господь. Я хочу прочитать вам Иисус Навин 1.6.8 Будь твердым мужественным. Вы знаете, эти слова не к нему, не к одному. Я могу сказать эти слова сегодня к нам. К нам будь твердым мужественным. Потому что мы тоже завоевываем что? Обетование. Мы идем в Царство Божье. Мы сражаемся. Будь твердым мужественным. Ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам и дать им. Только будь тверд и очень мужественным. Хотите, чтобы ваши дети тоже следовали Царство Божье? Будь тверд и мужественным. Передавай это наследие детям. Итак, только будь тверд и очень мужественным. И тщательно храни и исполняй весь закон. Не лишь бы как. Тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него, ни направо, ни налево. оказывается, зачем? Для того, чтобы поступать благоразумно. В этом есть благоразумие в заповедях Божьих. Хочешь поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Оказывается, надо просто не отступать ни налево, ни направо от заповедей. Да не отходит сия книга законов, наша Библия. От уст твоих. Да не отходит сия книга закон от уст твоих. Но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда что? Тогда ты будешь успешен в путях твоих. и будешь поступать благоразумно. Хотим быть успешными в наших путях? Пожалуйста, пусть книга не отступает от уст ваших. И день и ночь поучайте себя. Наставляйте себя в праведности. Наставляйте себя в чистоте. Освободите себя от всего этого мира, от всей грязи этого мира. Но невозможно быть непокордными и соблюдать все. Непокордство не будет соблюдать заповеди. Для того, чтобы вот это исполнить, в первую очередь надо покориться Господу. Для того, чтобы жить в послушании, чтобы книга никогда не отступала, надо покориться Господу. В этом есть залог успеха. Мы все хотим иметь успех, вот он залог успеха. Покоритесь Господу внутренностью Своим. Мы знаем еще один горький пример с сыновьями Илии. Когда они поступали бесчинно, и чем закончилась их жизнь, как печально она закончилась. Им даже не помог Ковчег Завета, знаете? Помните, они взяли с собой Ковчег Завета, рассчитывали на него. Не помог. Почему? Потому что жили бесчинно. К чему я говорю? Не поможет Ковчег Завета. Не поможет Иисус Христос, если продолжать жить бесчинно и уповать, что все там прощено, все смыто, буду жить, как хочу. Не помог это. Наоборот, это будет в осуждении. Не в оправдании, а в осуждении. Внутренность должна измениться. Завладели бы они землей обетованной, если бы не слушались. Мы помним случаи, когда они были непокорны. И даже большим обществом маленькую группу не могли победить. Но когда они были послушны, один гнал тысячи, и с войны все возвращались живыми. Ни один не погибал. Представляете? Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Это формула успеха. духовной жизни. Это для нас сегодня. Хотим сражаться, постимся, молимся, покоритесь Богу в первую очередь. Я вам хорошо и конкретно объясняю, что нам надо покорить. Какие части нашего внутреннего состояния еще не покорены, надо покорить. Что нужно от себя убрать? Что это такое покориться? примите покорбителя, войдите под его покров. И как сказал Бог Иисусу Навину, тогда никто не устоит пред тобой во все дни жизни твоей. Красота. Я думаю, нам это слово нравится, что никто не устоит пред тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду с тобою. И не отступлю от тебя, и не оставлю тебя. Прекрасно. Но перед этим что было сказано? Покориться, все исполнять, жить по заповедям, чтобы эта книга всегда была перед глазами, чтобы ты всегда читал и видел твое несоответствие. В Новом Завете сказано похожее. Евреям 13 5-6 Посмотрите, как сказано прекрасно. Имейте нрав несеребролюбивые, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. То есть, это не только для Ветхого Завета, это и для Нового Завета, не оставлю и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник. Не убоюсь, что сделает мне человек. Ни человек, ни дьявол тебе ничего не сделает, если ты живешь покорный Господу. Если ты покорил свою натору Господу, тогда можно противостоять дьяволу. А что значит противостоять дьявол? Что это? Чему ты должен противостоять? Всему, что от Него. Ему противостоять значит всему, что от Него. Всему, что не от Бога. Чтобы Он не предложил, ты противостоишь этому. Твердой верой. Все, что от Него было когда-то, ты всему этому противостоишь. И в первую очередь это должно пройти внутри нас. Не только во внешнем мы противостоим всем искушениям внешним. В первую очередь внутри себя. В первую очередь надо покорить самого себя. Это, думаю, самое тяжелое, мои дорогие. И в нашей сегодняшней молитве, в нашем посте мы молимся за других, слава Богу, правильно делаем. Но не забывайте молиться за себя. не забывайте мои хорошие. Начинайте с себя. Посмотрите на себя. Потому что там мы можем видеть и гнать. А в себе мы должны быть очищены и святы. Покорить надо себя праведности. Чего покорить? Покорите себя праведности. Покорите себя святости. А как это? Заповедям. Заповедям. Покорите себя. Живите по заповедям любви. Осудите, если вы кого-то недолюбливаете. Если у вас есть зависть, ропот, недовольство, наговор. Если еще живете клеветой, покайтесь. Покайтесь. Покоритесь Господу. Покорите себя праведности. Непокорный Царство Божье не наследует и даже Господа не увидят. Написано, что если вы не будете святы, даже не увидите Господа. Итак, чтобы нам быть в святости, для того, чтобы нам быть в силе Божьей и смело противостоять дьяволу, нам надо прийти в покорность. И эта покорность происходит внутри нас. внутри нас должна быть внутренность покорена. Душа, сердце, мысли, помышления, намерения, вот это все покорите Господу. Пусть все будет покорено праведности, святости, любви. Вот тогда будете противостоять смело, потому что над вами будет покров Всевышнего, потому что на вас будет покрывало, которые будут видеть все небесные и поднебесные силы. Помните, как сказал бесноватый двум сыновьям священника, Иисуса мы знаем, и Павел нам известен. Почему? Они знали, что у Павла есть покровитель. Они видели, что на Павле есть покрывало. Он покрыт Духом Святым. У нас должно быть покрывало. Мы должны быть покрыты Духом Святым. Как тронешь такое покрывало известен а другие извините неизвестны. Но дьяволу известны только потому, что имеют в них свое. А он ненавидит, а он сплетничает, а он клевещет, он принимает наговоры, а он завидует, все имею свое и смело прихожу. Не убегу, а прихожу. Понимаете? Но убегает от тех, кто покорил Господа. Поэтому я очень вам советую покорить Господу. Просмотрите себя, покорить Господу. У нас множество примеров в Священном Писании, где свое более плохо кончалось, и где наоборот послушание выигрывало всегда. Послушный человек, послушный Господу, всегда выигрывал. Понимаете? посмотрите, как Бог прославлял своих. Даже из рва со львами доставал и прославлял. На весь Вавилон прославлял. Из огня доставал и на весь Вавилон прославлял. И не только Его прославлял, но и Он прославлялся. Вот такими вот, какими, теми, кто покорился Господу. Я очень вас, церковь, призываю. Не пропустите это время поста. Прекрасно, что молимся за друг друга, но за себя тоже, да? Молитесь за себя, свою внутренность, покорите Господу. Потому и сказано, не соседи покорите, не мужа покорите, не жену покорите, не детей покорите, себя покорите. и убежит от вас. А бежать будет из вашего дома. А вы себя покорите. Давайте помолимся с вами. Редактор субтитров Корректор А.